всем привет дорогие зрители с вами мистер шпилкис и мы продолжаем играть в наш симулятор охоты the hunter call of the wild в прошлой серии друзья мы закончили на том что я выслеживал благородного оленя и увидел огромное стадо попытался забрать по правилам так скажем попытался забрать я из этого стада самца необходимого нам для задания но друзья к сожалению выстрел был неудачный как потом в комментариях подмечали некоторые подписчики что можно было бы выстрелить из 338 винтовки друзья да я согласен можно было но это было бы гарантирование возможно возможно мы бы завалили на месте но это все-таки винтовка не предназначенная друзья для благородного оленя для него лучше тогда уж если на то пошло использовать магнум я понадеялся просто на 270 потому что она ну целился в голову и друзья как я говорил что между серия постараюсь найти этих животных добыть их в общем одного оленя я нашел и добыл но добыл друзья вот как раз из 338 вторым выстрелом потому что расстояние было далеко я его заметил довольно далеко но 338 конечно это слонобойка еще та завалила она этого оленя вообще на раз-два просто а а второй олень следы вообще как-то непонятно петля ли петля ли петля ли в итоге в итоге у меня просто кончился кровавый след я не понял как это произошло но судя по хантеру по движению следов то есть следы у меня были следы дальше продолжались все подсветка как надо фиолетовая вот у нас который мы используем но уже больше не было кровавого следа вот это я не понял момент но я еще там побегал еще поискал может быть там минут 15 там не помню ну и на том как бы я решил закончить потому что ну можно так очень долго проходить в итоге не найти никого вообще а в этой серии друзья мы продолжим выполнять наше задание посмотрим сейчас какое нам поинтереснее выбрать и вот от альбертины фляр фляйшер какой-то ой господи такие фамилии будем называть альбертина тоже подъехал новое задание такого мы еще по моему от нее никаких заданий не получали спасибо огромное я обожаю окрестностей бандфорского озера бандарфорского попробуйте погулять по берегу и попробовать поймать еще одного давайте возьмем еще вот от нее же задание найдите помет благородного оленя в бандарфорском каньоне возьмем и его сейчас давайте посмотрим по заданиям какие у нас там есть поинтереснее какие мы можем сейчас взять вот вот мне кажется друзья вот это задание на эту серию будет поинтереснее сейчас посмотрим где она находится если что туда просто доедем на квадроцикле и это у нас где ну в общем-то дорога уже знакомая я думаю что спокойно мы до туда до мчим на квадроцикле заодно может быть там как раз и с рядом вышка может быть мы ее и откроем с неем возможно какой-нибудь опорный пункт давайте сейчас проверим наше снаряжение на зубров нам как раз нужно 300 338 и достаточно и так же друзья у нас получается что 270 я бы хотел поменять наверное на магнум это вот как раз для благородного оленя будет отдельное у нас оружие именно для благородного оленя где наш магнум вот он забираем магнум и так почему не берется без наверное вес дата давайте сперва выложим хансман и теперь возьмем магнум до почти предельный вес у нас уже получается 270 убираем синие стрелы друзья убираем однозначно я их не оценил вообще слишком маленькое пробитие это стрела я не знаю мне кажется даже лису она с трудом проткнет в общем ничего страшного если нам нужно будет по заданиям добывать лесу я лучше специально возьму 243 и давайте найдем магнум с полимерным вот они отлично проверим сейчас все ли у нас есть стрел 14 стрел думаю можно подкупить подкупить еще немного допустим где-нибудь пару десятков возьмем теперь назначим наш магнум на цифру 2 к нему прицельчик какой-нибудь ну давайте отдавать поставим гиперион для начала там посмотрим будет удобно с гиперионом побегаем с гиперионом нет переставим 50 50 кратный и вот они пули магнум с полимерным на конечку 30 штук есть все докупать ничего не нужно сейчас закинем очко навыков очко умений точнее очко умений ну давайте продолжим развивать лук а именно вот это хороший навык снижает колебания давайте его возьмем а потом если что докачаем силу натяжения в будущем и все сейчас мы друзья спим делаем квадроцикл и вперед вперед как говорится и с песнями перемотаем часиков на 8 утра я думаю вот так вот отлично все мастерим сейчас себе квадроцикл и погнали смотрим куда нам надо до первого перекрестка налево дальше все время по дороге ну думаю это не будет долго у нас не займет это путешествие долго поэтому пролетим да что ж ты так не поворачиваешь что на скорости вообще очень плохо поворачивает время перемотал но какой-то погодка пасмурная слегка как бы тучки есть не хочется дождя нам лишний раз в серии ну если будет то будет ничего не поделаем и нам кажется друзья нужно вот сюда сейчас мы в этом убедимся да именно так и есть и летим на всех порах пытаться добывать зубров я между сериями друзья когда ходил за теми благородными оленями слеживал подранков в итоге я его забрал из 38 38 как я говорил в начале серии но хочу отметить его звук друзья это что-то бахает так что ну реально наверное в натуральной охоте в настоящей в реальной жизни мне кажется он с какими-то берушами или нау наушниками из таких винтовых стрелять наверное недолго и оглопнуть но вот и дождик не заставил себя долго ждать надеюсь сегодня я вам продемонстрирую как стреляет 338 классный такой ствол крутой но вот я думаю что если зубры больные значит у нас особо не должно проблем возникнуть с их добычей вроде больное животное мне кажется добыть проще но они-то и добычи в общем то так я думаю больные животные не считаются скорее это какая-то или профилактическая мера или мера там для какого-то лечения если животное там ловится вместо того чтобы добывать там из оружия а как-то его поймать попытаться изучить вылечить ну а зачастую наверное я предполагаю что это какая-то профилактическая мера чтобы не распространять заразу там и так далее друзья кто еще не смотрел прохождение по far cry 5 я всем рекомендую игра вообще улёт экшен просто там творится безумство полнейшая игра крутая классная она есть на нашем канале друзья я всем рекомендую посмотрите зайдите там тоже есть как бы охота рыбалка но пока друзья я там еще этим не занимался пока только-только там первые серии я привыкаю к игре привыкаю ее понимать пробежали наверное косули я думаю друзья животных прям очень много здесь всяких разных а нам нужно контролировать наше место прибытия чтобы сильно не шуметь друзья практически запрыгнула к нам она на багажник косули по моему еще друзья также кто не подписан я приглашаю вас присоединиться к нашему каналу у нас здесь интересно потихоньку мы развиваемся всякие разные игры проходим группа вконтакте у нас есть тоже милости прошу туда друзья все кто не заходил не вступал вступайте обязательно я всем рад будем общаться друзья вот и зубр посмотрите огромный зубр бежит их вот не сбавил бы я скоро сейчас бы его мог сбить но нет друзья я так не хочу на самом деле делать это они переехали ли мы интересно нет еще пока нет еще нам такой круг нужно дать не хочу заниматься вот этими вещами типа там сбивать животных потому что ну не той это это не охота это уже какой-то начинается фан а по на и что здесь интересно друзья как невидимая стена или что там такое врезались на квадроцикле в нее ну еще прилично прилично друзья катить такой круг давать ну надеюсь что в этой серии хотя бы одного зубра мы добудем там по моему нам нужно добыть двух все говорил друзья что между сериями когда-нибудь и здесь открою опорные пункты но к сожалению не хватает времени абсолютно не хватает четыре игры у нас одновременно на канале проходится поэтому друзья даже не могу найти там полчасика часок покататься здесь пооткрывать все эти опорные пункты ну или хотя бы вот допустим в этой области чтобы сюда сразу перелететь без всяких вот этих поездок так вы знаете друзья я думаю что можем мы уже парковаться наверное давайте припаркуемся и уже отсюда потопаем я думаю что это будет как раз то что нужно 500 метров здесь до нашего до нашей области я даже думаю сейчас мы поставим метку как-то вот сюда чтобы знать где мы входим в область вот сюда вот друзья тут еще меньше 250 метров практически практически уже под носом у нас находится эта область леса леса лесу пока оставим в покое у нас сегодня тяжелая артиллерия на крупную дичь на огромных размеров зубров туман с одной стороны в помощь с другой нет ну ничего на погоду влиять мы здесь к сожалению не можем поэтому будем приспосабливаться именно к этим условиям и вот что интересно вот перестаешь обращать внимание вот на ту же лесу к примеру вот бежишь себе и бежишь по своим делам вот она будет продолжать раз за разом кричать что-то там пытаться издавать какие-то звуки как только сейчас сядешь ее выслеживать это вот закон подлости друзья это самый настоящий закон подлости тут же она начнет так компосировать мозги это леса что уже не рад что ты сел ее выслеживать ну может быть это только только совпадение тут и кабан друзья у нас ходит кабана мы еще не видели ну точнее видели но как-то так издали а дабы так аккуратно друзья там целое стадо зубров я вижу отсюда уже впереди так хорошо хорошо что мы можем давать вот этой штукой попользуемся нейтрализатором запаха так на всякий случай пользуемся мало ли поможет чем-нибудь может быть отбить хоть какую-то часть хотя ветер на нашей стороне сейчас ох друзья близко прям давайте-ка я лучше вот так вот сделаю лучше вот так вот и мы хотя на самом деле индикатор заметности вот это удивительно но он не меняется то есть мы легли или мы сели на корточки индикатор одинаковый но вот это странно друзья таком мне кажется быть не должно все-таки все-таки как минимум он должен меняться хотя бы на одно значение заметности а вот интересно друзья какой из них больной а какой здоровый как это определить или они здесь все больной зубр так больной 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 друзья все больные но ближе всего к нам стоит насколько я понимаю самец друзья здесь уже прям обступили косули или кто это да друзья косуля но вы знаете подойдет ближе я заберу так полежи отдохни пока если так можно сказать давайте друзья сейчас рассмотрим в прицел кто и как стоит они как-то стоят по два непонятно вот то ли они закрывают друг друга ну вот смотрите есть самец самец интересно друзья давайте попробуем сейчас так расстояние расстояние не запомнил до него сейчас секунду друзья не охота напортачить расстояние где-то сто метров так сто метров значит давайте поставим на 75 и попробуем наверное друзья сейчас мы ему перебить вот здесь позвоночник или друзья выстрелить куда-то вот не знаю не знаю или в голову отлично друзья а ну успеем кого-нибудь еще наверное нет ладно посмотрим вот этот выстрел конечно был такой необязательный и ненужный скорее всего но шейный позвонок перебили этой косули интересно а ведь стрела чуть ниже потому что полетела выше друзья потому что аж 60 стоял зероинг вот это было чуть не подставил я этим выстрелом сейчас бы куда-нибудь задел слегка и все и потом ищи свищи там эту косулю подранка ну в общем одного зубра мы добыли так все там соседка давайте посмотрим красавец зубр посмотрите огромный какой огромная туша такая и точно в череп друзья ему прилетела сразу мозг и на месте свалили его отлично забираем и вот здесь друзья я думаю что нам нужно проверить проверить наше попадание но как же она бахает эта винтовка друзья это какая-то пушка корабель на это даже не винтовка как по мне такой очень громкий выстрел у нее обалденно ну как я понимаю друзья никого мы здесь не попали я стрелял надеялся так друзья тихо 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 какой-то тут топот рядом я надеялся попасть именно в этот позвоночник грудной отдел но друзья конечно в движении где-то рядом друзья здесь зубр я думаю что мы сейчас будем его брать я думаю что он сейчас выйти должен на нас куда-то сюда давайте сейчас подождем не будем пока ничего делать есть у нас время по крайней мере одного зубра мы добыли для задания и это уже хорошо торопиться не будем послушаем посмотрим вообще животные здесь имеют такое обыкновение возвращаться то есть вот мы сейчас подстрелили его они убежали где-то походят походят и опять на это место по идее будут возвращаться такая вероятность есть поэтому спешить мы не будем сейчас немножко выждем здесь посидим посмотрим послушаем ох не думаю что это европейский зубр так кричит скорее всего леса просто мне следы попали европейского зубра когда на клавишу е нажимал получилось такое наслоение аккуратно друзья аккуратно не спеша сейчас походим здесь посмотрим по прислушиваемся следы были следы друзья были рядом так вот зубр внимание нет 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 не спешим а ну друзья посмотрим посмотрим а их тут целое стадо стояло вы посмотрите целое стадо замаскировались вообще нереально не рассмотреть никого ну как я понимаю да друзья к сожалению нет нет пожалуй не буду не буду друзья давайте на всякий случай определим помет вдруг в каком-то там задании я подзабыл может быть где-то он нужен давайте сейчас ладно пройдем по следу посмотрим и такой вопрос мы вообще в этой зоне еще до сих пор находимся а вот нет друзья уже не в этой зоне уже не в этой и вопрос тогда такой а в итоге мы сейчас стреляли в больного зубра или в здорового я вот не осматривал его интересно куда в итоге делись следы как-то странно а вот следы только где друзья вы посмотрите где только они появились вот по зубрам не знаю как определять по зубрам подранок или нет по идее должно какое-то быть изменение вот в его движениях как мне кажется но вот эти два вроде бы пробежали такие так скажем одинаковые и вот они остановились друзья давайте посмотрим внимательно косуля здесь самец даже кричит это круто это круто но но к сожалению друзья негде нам спрятаться но и 338 добывать косулю самца тоже не очень как то давайте посмотрим вот эти два они больные или да больные друзья больные причем два самца причем расстояние ну 150 метров по идее вот этой винтовки это не расстояние насколько я понимаю за 150 метров вот эта винтовка должна спокойно забирать ну уязвимую в какую-то точку но тем не менее должна спокойно забирать мне кажется давайте сейчас попробуем я к сожалению друзья откажусь от преследования того подранка потому что зубр мне кажется очень выносливое животное и на таком расстоянии точнее с таким ранением мне кажется что даже там и намека не будет на то что мы его завалили в итоге так друзья так внимание все лег лег зубр и давайте сейчас попробуем надеюсь друзья засчитают очень надеюсь а вот второй то не особо торопится тут убегать друзья что творится что творится зубр и что происходит честно друзья не знаю что происходит но возможно бак возможно нет друзья друзья взбесился зубр просто взбесился друзья забьет сейчас сейчас забьет видели что происходит друзья вот это да я думал сперва что это бак какой-то в поведении животного специально не стрелял думал ну не может же он так стоять просто в упор и при этом не убегать чуть не забил нас чуть не затоптал зубы огромный вот это номер вот это я бы не мог подумать даже отлично засчитали засчитали друзья даже страшно вот сейчас стало страшновато на них охотиться так что-то про кабанов здесь пошло лиса продолжает здесь нас преследовать это или другая ну я думаю что другая но интересно постоянно нас звук ее голоса крика преследует здесь сегодняшней серии по охоте давай давай залезай залезай хорошо все сделаем поменьше бы тебя женщина было бы слышно конечно ты вещи правильно и говоришь но как зарядишь на несколько минут свой бубнешь и ничего даже не вставишь никакое слово никого не видать ну вот друзья с зубром интересная история была вот особенно с этим бешеным каким-то самцом или самка я даже не успел этого рассмотреть понять конечно мне почему казалось что зубры ну а кто его знает может и агрессивные а почему нет вроде животное крупное то по идее будет я думаю стоять наверное до последнего за себя там за свое потомство скорее всего и вот у нас есть опорный пункт здесь недалеко друзья отлично отлично нам это и нужно было чтобы у нас где-то в этой стороне карты был опорный пункт сейчас мы до него по пути может быть даже и не побрезгу им кого-нибудь добыть а вот интересно после выполнения этого задания про больных зубров теперь зубры будут нам по-прежнему высвечиваться некоторые как больные или все уже больше не будет написано что он больной зубр больное животное и вот марвин треслер нам дает задание создайте охотничий пресс в риттенштейне и миллервальдте каком-то понятно создадим я думаю не проблема были бы там животные а пресс то уж мы создадим это точно сейчас откроем опорный пункт и решим куда нам пойти посмотрим задание какие еще есть интересные друзья не уверен но возможно косуля возможно но похоже на зубра на самом деле давайте пикнем один раз посмотрим ну друзья точно зубр сто процентов зубр только где вопрос интересно было бы сейчас его добыть и вот смотрите значит второй выстрел в голову друзья приносит результаты может быть везет может быть так и нужно делать понятно что голова у любого животного наверное это уязвимая . довольно таки хотя вроде череп там и все такое твердый там кости всякие непробиваемые особенно у зубров там вообще голова должна быть каменная по сути потому что они там я думаю сражаются дерутся там головой постоянно а до этого я стрелял куда-то в область сердце легких то есть вот туда друзья результат был минимальный там было легкое ранение ну возможно мне просто нужно еще попривыкать попривыкать к пониманию именно этого места и друзья что у нас здесь ну как-то вроде не попался никто в поле зрения не будем ладом и сейчас пытаться его выслеживать долго я все-таки очень хочу друзья открыть опорный пункт хотя бы в сериях их открывать потому что вне серии друзья у меня катастрофически не хватает времени на все это зубр вообще подкинул адреналин чека до сих пор вспоминаю что-то сперва было непонятно в его поведении кто он там пробежал остановился покричал покричал а потом реально топтать начал чуть вообще не завалил не затоптал я в какой-то момент понял друзья что сейчас третий раз от него прилетит потому что два раза как-то прилетела подряд практически то ли нас подкинул там на себя как-то непонятно классные здесь такие места друзья вот такие леса светлые хорошо классно видно я думаю вот будет интересно здесь охотиться в таких лесах хотя почему-то мне казалось что все-таки эта часть точнее этот заказник не эта часть ну эта часть назовем его мира хантера тоже будет правильно так сказать она будет более такая преобладать более лиственные всякие леса и все такое начале именно так и было у нас в основном были лиственные леса всякие не скажу что это лучше но как по мне наоборот возможно даже похуже потому что много очень всякой растительности и тяжело выслеживать и в то же время при большом количестве растительности мало каких-то таких мест чтобы спрятаться вот чтобы раз быстро найти куда-то место и залезть как допустим лейтен лейке там по берегам такие кусты растут круглые туда прям раз залез и все и видно хорошо и спрятался классно и друзья давайте посмотрим сейчас где у нас область задания где нам нужно создать в итоге этот пресс так хорошо пресс у нас просят создать здесь ну в общем друзья недалеко на самом деле а а что еще есть из заданий давайте посмотрим фляйшер олений каньон давайте посмотрим где это задание у нас выполняется ох друзья все так далеко все так далеко и ничего там у меня не открыто ну что ж ничего страшного и до туда мы доберемся а вы знаете сейчас друзья я думаю что мы с вами еще у нас есть минут десять мы сейчас вот сюда перелетаем и прокатимся на квадроцикле до верхнего опорного пункта я сейчас вам покажу куда хочу и мы туда доедем это будет будет правильное решение чтобы с пользой потратить вот эти минуточек наших 10 которые остались вроде поохотились мы неплохо но всегда всегда хочется больше всех так хочется чуть больше трофеев чем чем уже есть но друзья я думаю что всякие вот такие вот моменты с открыванием опорных пунктов нам тоже необходимо делать иначе просто у нас будут будут проблемы они уже у нас есть так налево и направо отлично они уже у нас есть небольшие проблемы с перемещением хотя вроде квадроцикл куплен но друзья рассчитывал я все это не так рассчитывал между серии все это делать но вот между серии не получается будем значит делать серии я думаю что 10 минут нам за глаза может быть даже кого-то там по прибытии попробуем добыть если будет кто-то рядом или попадется нам посмотрим так а вот если поехать прямо куда мы в итоге нет никуда тут больше дороги не будет нам по-любому ехать сюда по дороге все таки друзья ну и проще и возможно даже быстрее чем напрямки потому что скорость здесь приличная километров под 60 можно разогнаться спокойно так а нам нет не здесь а дальше на следующем перекрестке нам направо можно прилично разогнаться на квадроцикле 60 а то и больше километров в час спокойно но вот 60 61 60 61 ну даже пускай 60 по бездорожью все-таки пошвыривает довольно таки сильно поэтому по дороге вполне возможно что будет и быстрее даже ну даже если не быстрее но точно друзья удобнее и приятнее ехать по дороге чем поэтому бездорожье который на первый взгляд кажется вроде бы всем ровным таким классным но на самом деле швыряет прыгает там квадроцикл нереально раскручивает в разные стороны но друзья насколько вот все таки красиво посмотрите вот ехать по такой дороге даже просто душа отдыхает не отказался бы я как-нибудь прокатиться доходит на чем хоть на велосипеде даже без разницы а на велосипеде друзья как здесь шикарно наверное ой вообще красота если все действительно так же вот светло и круто то это вообще потрясающе потрясающее время года очень красиво и сверимся друзья с картой так повернули мы все верно все правильно чем чем на опорный пункт тут на дороге прям зона потребности но это скорее наверное какой-то глюк такой но это не то чтобы глюк скорее не не продумка разработчиков дороге не может быть по идее ни зоны отдыха не кормежки тем уж тем более скорее там зона отдыха наверное было ну как-то странно интересно а вот было ли у разработчиков мысль населить вот этот мир какими-то реальными вот персонажами не просто голосами и картинками там а именно населить реальными персонажами чтобы они были там где-то на опорных пунктах ходили там стояли ездили здесь периодически например там на чем-нибудь конечно сетевой режим здесь есть но вот интересно было бы если бы еще здесь какой-нибудь например онлайн там режим был бы где тоже охотились бы по-разному люди там кто-то там кто-то там например по сути сетевой режим это это и есть функция но его нужно отдельно создавать ну было бы интересно взятки прям мысли пошли у меня всякие разные как было бы интересно заселить этот мир вообще создать здесь действительно какую-то движуху такую охотничью да и рыбалочку неплохо сюда было бы добавить все позволяет все к тому есть друзья вообще и озера классные красивые и рыба в них плавает на удивление даже я думаю что если бы она даже там не плавала никто бы вообще не заметил бы особо ну точно бы не повлияло это не на какой бы охотничьи охотничью атмосферу охотничий антураж в этой игре абсолютно не повлияло бы ее отсутствие но тем не менее она есть и вот было бы классно если бы сюда добавили например рыбалку пусть там не шибко продуманную как в каких-то симуляторах рыбацких хотя бы просто вот примитивно там с удочкой потом продавать например эту рыбу там ли что-то с ней делать или сразу там она бы в деньги как трофеи по переводилась ну классно было бы интересно и вот где-то здесь друзья должен быть съезд с дороги по моему он там был и мы его по моему пропустили ладно мы сейчас вот здесь немного бездорожью прокатимся почувствуем всю мощь этого квадроцикла прям именно на бездорожье ну вот отлично друзья класс сделали очень хорошую нужную вещь еще один опорный пункт уже второй за серию и это друзья круто и сейчас нам где-то здесь у нас есть задание создать охотничий пресс насколько я понимаю вот где-то она у нас должно быть здесь отлично друзья ну что ж я думаю есть у нас еще время попробовать не знаю какая винтовка нам подойдет на кабанат у нас есть магнум ну точно знаю что не подойдет 338 в этом я уверен наверняка вот сейчас я посмотрел на полоску здоровья и подумалось мне что неплохо было бы наверное прикупить аптечку кабан все-таки животное агрессивное и может отправить нас вполне себе спокойно на базу за следующей жизнью начинать следующую жизнь на базе ну посмотрим посмотрим сейчас дойдем до места там уж будет видно может быть там вообще никого не будет например и с собой да только вот магнум 338 который точно знаю что не подходит на кабана добывать из него можно но не подходит оружие не будет бонуса за состояние большого хорошего точнее не будет вообще никакого будет 0 процентов бонус за состояние и не уверен насчет магнума но насчет магнума я хотя бы просто не уверен а вот насчет 338 уверен наверняка ну еще есть лук но кабана из лука друзья ну да я думаю можно добывать я думаю можно из лука пробовать но давайте пока из магнума заодно узнаем что магнум делает с кабаном и с бонусом за состояние этого кабана и у нас друзья кажется еще есть монок вот он монок на кабана а вопрос вообще чего собственно я прицепился к этому кабану нам что прям кабан именно нужен ну здесь описываются кабаны да но благородный олень друзья самка ну самка ладно самка не самец самку можно пока и не трогать примерно хочу сейчас обозначить центр этой зоны чтобы понимать вообще куда нам все примерно понятно ну друзья есть еще у нас пару-тройку минут ох друзья вот это выстрел был на опережение вот это выстрел но кажется я не уверен друзья возможно это лань самец возможно давайте сейчас посмотрим выстрел был на удачу я не знаю все в голове у себя поставил на этот выстрел подумав попаду будет круто будет классный трофей не попаду будет геморрой или не будет ничего просто животное убежит например и все но друзья получилось тем не менее получилось скорее всего да это лань бонус застояние ноль ну что ж как трофей я думаю что и лань нам сойдет вполне похож чем то вот похож так вот издали я мельком глянул чем то вот на благородного оленя рога такие тоже раскидистые не маленькие и подумалось мне что возможно это благородный олень но с другой стороны друзья кто бы это не был менять оружие если если я хотел добыть этот трофей то менять оружие уже не было никакого смысла он убегал этот самец и уже тут либо забирать либо не забирать то есть либо бросать его как трофей оставлять в покое либо пытаться добыть ну сделал выбор на второе и получилось друзья получился еще один трофей пусть даже без бонуса состояния сто процентов зато какой трофей друзья какой был выстрел какой трофей вот это было действительно классно ну что ж а вот друзья впереди кто то у нас там ну да кто то есть а кто это сейчас узнаем а это у нас косуля самка ну вы знаете давайте приманим ее сейчас на всякий случай попробуем добыть последним трофеем кабанов что то здесь я не вижу пока ну ничего страшного я думаю что и в следующей серии мы этих кабанов найдем проблем не будет а сейчас можно нам ради опыта ради прокачки попытаться добыть лисица продолжает орать там неистово попытаться добыть вот эту косулю только бы выбрать более менее обзор 40 метров на 20 переставим пристрелку так друзья ну что подойдет ближе подойдет должна должна все последний трофей на эту серию друзья ну такая вот разношерстная у нас сегодня охота и зубры и косули и лани все были кроме кабана и лисы ну и кажется олени благородного тоже у нас не было хотя могли попробовать была там недалеко от нас самка что ж друзья спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал друзья в комментариях обязательно жду ваше мнение по этой серии по каналу в целом по этой игре по любым другим друзья давайте будем в комментариях общаться пишите не стесняйтесь я на комментарии на всех